Есть мнение, что гольф, Женя, это спорт для пожилых людей в возрасте, для обеспеченных людей, но с этим... У нас же в каждом доме перестарелых играет в гольф с большего, да. Но многие утверждают, что это миф, и наши сегодняшние гости готовы с этим обязательно поспорить. Итак, к нам в студию заглянула Лидия Коткина, руководитель белорусского гольф-клуба. Доброе утро, Лидия. Доброе утро. Лидия, есть миф, что гольф, вообще говорят, что это увлечение, но это же профессиональный спорт. Я, насколько знаю, олимпийский вид спорта с недавнего. Безусловно, у нас есть очень важный спорт в Беларуси, и самым важным спортом является и достижениями в мировой культуре – это олимпийские игры. Не зря гольф входит в олимпийские игры, поэтому это очень серьезный спорт, серьезная нагрузка, он динамичный вид спорта, поэтому однозначно это не просто развлечение. У нас гольф-клуб существует один в стране, такой официальный большой, это северное направление, в смысле северная граница Минска, я так понимаю? Да, мы находимся всего 3 километра от МКАД, в Беларуси гольф-клуб и большой гольф всего один, но мы развиваемся и развиваем направление гольфа по всем регионам. Я потому что, ну, просто профессионалы, понятно, где-то им нужно тренироваться, но я правильно понимаю, что обычные люди, которые никогда не пробовали играть в гольф, они могут попробовать, да? Да, безусловно, это очень доступно, мы открыты для всех, более того, мы сейчас развиваем именно гольф для новичков, для детей, у нас в гольф-клубе не играют люди преклонного возраста, я бы так сказала, это единицы, у нас играет очень много молодежи, те люди, которые хотят поддерживать себя в форме, потому что это очень сильная нагрузка и кардионагрузка полезная. Маша думала, что просто нужно клюшку таскать и все, вся нагрузка. А потом на машинке ездить и все, нет? Вы идете пешком, примерно 6,5 километров, 18 лунок, нужно идти... Вас высаживают на метро Автозаводская и вы идете пешком до гольф-клуба. Точно, это уже нагрузка, а потом еще в гольф-клубе нужно пройти, каждая лунка занимает примерно... А инвентарь, он тяжелый с собой? Да, тяжелый. Вы носите примерно с собой около 14 клюшек, это около 10 килограмм. И по 400 метров нужно проходить, да? Да, и очень быстро. А зачем 14 клюшек? Потому что разные виды ударов, поскольку разные виды ударов, каждый удар выполняется разной клюшкой, у каждой клюшки свой угол и она бьет на разное расстояние. Ваша задача делать. То есть это не просто красиво, да, разное? Да, и даже новичкам нужно будет носить такое количество. Но можно воспользоваться услугами кедди, и кто-то будет носить все за вас. Женя, будешь моим кедди. Может, я тебя возьму с собой? Ты опередила меня. Хорошо, расскажите, что у нас вообще в принципе с этой сферой в Беларуси, насколько гольф популярен, насколько интересуется, насколько люди просто вот так заезжают. Слушайте, а мы хотим попробовать. Таких много людей? По сравнению с прошлым годом гольф-сообщество выросло более чем в два раза. Я могу заявить, что очень много в этом году приехало к нам новичков, и порядка 30 человек уже даже сдали специальный экзамен и могут играть на других полях в разных странах. Для Беларуси это большой прорыв. Я думаю, в следующем году будет еще больше людей в гольф-сообществе, потому что Белорусская ассоциация гольфа совместно с нами активно рассказывает людям об этом виде спорта. Не нужно бояться приходить. Это абсолютно доступно. И да, люди боятся, что это что-то новое, но это на самом деле интересный, полезный вид спорта. Всем рекомендую попробовать хотя бы раз. Вот я буквально, мы вечернем шоу недавно познакомились с бейсболом, оказывается, Беларусь очень развит бейсбол. Я хочу про гольф узнать. Раз олимпийский вид спорта, скоро Токио, явно не зимний вид спорта, да? То есть, видимо, Токио ближайшая олимпиада. Что нужно сделать белорусским спортсменам? Может, вопрос не к вам, а к функционерам, но что нужно сделать белорусам, до какого уровня дойти, чтобы участвовать в олимпиадах? Я могу сказать, что у нас уже много игроков, которые играют на высоком уровне. И в этом году в Белорусской ассоциации гольфа совместно, опять же, с нами была создана даже профессиональная команда из семи человек пока. И мы сейчас активно готовим их к международным профессиональным турнирам. Конечно, до Токио мы, возможно, не успеем подготовиться, но в перспективе, я надеюсь, что уже через пару лет мы будем участвовать в международных профессиональных турнирах. А вот прямо сейчас на вашей базе уже проходят какие-то международные турниры? Да, проходят, но эти все турниры любительские. Мы проводим очень много международных турниров. Среди наших турниров они занимают треть. Это матчевые встречи с различными странами, они пользуются популярностью. Наши белорусы очень любят участвовать в таких родах турнирах и мероприятиях. Поэтому я думаю, что будем тоже развивать это направление в дальнейшем все больше и больше. Но это лето было дождливым, да? Хочется спросить, как урожай травы у вас, да? Все ли, позволяет ли нам погода играть в гольф так часто, потому что открытая площадка. Да, недавно снег, по-моему, выпал. У вас уже сезон закрывается после первого снега или вы продолжаете играть? После первого снега мы продолжаем играть. Ренсировочное закрытие сезона у нас будет в конце октября, но все равно... Или вы еще успеете попробовать до конца октября. Но мы играем все равно до первых морозов. Часть поля, когда выпадает снег, безусловно, закрывается. Но тренировочные зоны тренироваться можно... Даже не замечают, что идет дождь. Окей, если профессиональный гольфист приедет в Беларусь, ну, очень высокого уровня, ну, Тайгер Вудс, допустим, переехал в Беларусь, он вот посмотрев на газон, может сказать, классная трава, отличный отскок, я не знаю, что там может быть, да? Это можно определить так визуально? Насколько у нас вообще готов газон? У нас газон готов, более того, мы участвуем в Европейской ассоциации гольфа и хотим пригласить их к нам, чтобы у нас провести уже какой-нибудь первый профессиональный турнир, потому что наше поле в отличном состоянии, у нас очень сложная архитектура поля, то есть оно интересное. Что хорошо, да. Да, на нем интересно играть несколько раз, и у нас есть уникальная особенность, у нас есть лес, природа, мы находимся... Через клюшевую нужно перебрасывать. Да, мы находимся в заказнике, и во многих гольф-клубах, и даже там, где играет Тайгер Вудс, иногда такой природы нет. То есть к нам приезжают иностранцы, и они воодушевляются, вдохновляются именно красотой белорусской природы. Тайгер, мы приглашаем тебя, ты смотришь нашу программу, мы приглашаем тебя поиграть в Минске. Последний короткий вопрос. Миф, опять же, существует, что это очень дорогая игра, что дорогая экипировка и так далее. Насколько это, правда, вы расскажете, насколько бьет по кошельку такой вид спорта? Я могу привести в сравнении с теннисом, в сравнении с футболом. Если в футбол нужны бутсы и мяч, если теннис, то нужен мяч и ракетка. Здесь, в принципе, то же самое. Нужна форма для гольфа, достаточно. Если вы начинаете играть, достаточно прийти в удобной спортивной обуви и в брюках. Понятно, а не новое платье. Это был всего лишь повод, Жень. Для женщин существует отдельная мода, и сейчас фэшн-индустрия гольфа очень активно развивается. Не рассказывайте, Маша, пожалуйста, про это. Так привлекает нового спортивного игрока, Женя. Да, да, да. А подскажите, есть ли возможно взять на прокат вот эти все инвентарь или нужно обязательно покупать? Для начала вам ничего своего не нужно. Вам нужно сначала понять вообще, подходит вам эта игра или нет. И после этого вы можете взять, приобрести весь инвентарь у нас, либо уже потом купить свой. То есть изначально вам нужна только удобная спортивная обувь, хорошее настроение. И желание попробовать гольф. Спасибо большое. О развитии гольфа в Беларуси мы говорили с Лидией Коткиной, руководителем белорусского гольф-клуба.